Здравствуйте, уважаемые друзья! Нам приятно вновь встретиться с вами на программе «Познаем истину». Сегодня мы будем говорить о выборе, выборе, который мы делаем. Хочу представить вначале гостей нашей студии, с которыми мы будем открывать Священное Писание и отвечать на вопросы. Сегодня у нас в гостях Арсен Акопян, архитектор, Владимир Ведута, директор рекламного агентства, пастор церкви Сергей Арестов. Приветствую вас, друзья! Здравствуйте! Добрый день! Давайте мы вначале прочитаем книгу Иисуса Навина, 24 глава, 15 текст. Итак, мы говорим о выборе, который мы делаем. Пожалуйста. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу. Да, это интересно, довольно знаменитый такой текст, известный текст Священного Писания, который мы часто упоминаем, когда мы говорим о выборе в пользу Бога. Скажите, пожалуйста, вот когда мы делаем каждый день выбор, чем нужно руководствоваться в выборе? Чувствами или разумом? В выборе? Да. В любом. В любом выборе, конечно же, нужно оценивать ситуацию, поэтому нужно руководствоваться разумом. Мы очень часто, чувства могут нас подвести, сыграть с нами злую шутку, мы должны решать. Это и есть выбор. А выбор мы, когда делаем осознанный, тогда, конечно же, здесь нужно включить здравый смысл к тому, что мы выбираем. Чувства нас сбивают немножко, да? Мы видим немножко в другой картине. Когда ты включаешь разум, ну тогда ты уже видишь реальную картину или можешь её представить, что было бы, если бы так и так и так. Да, но вы знаете, есть разные ситуации, когда как бы разум твой, разум это ум, твой ум, опыт жизни подсказывает, что этого просто не может быть, это не будет так. И мы не делаем определенных шагов в жизни, особенно, когда касается вопрос веры, но во многих вопросах помогает именно чувство. Когда ты есть порыв чувств, и ты действуешь, может быть, вопреки разуму, вначале, как тебе кажется, что этого быть не может, когда, ну, например, когда предлагаешь, что ты доверишься Богу, Господь там изменит твою жизнь. Я общий такой пример привожу. Не позволяет ли чувство здесь тоже сыграть какую-то основную роль для того, чтобы сделать именно выбор, когда всё идёт вроде бы против твоего опыта жизни? Вы никогда не руководствовались чувствами в своей жизни, и вы не были обмануты? Хотя я согласен с вами, Сергей, то, что вы говорили, что всё-таки в основном мы должны делать выбором, опираясь на свой разум. Не, ну, может быть, чувство – это первоначальный такой, да, этап выбора, когда мы по зову сердца, да, что-то начинаем действовать, ну, а потом включается разум, и он более-менее распределяет, куда двигаться, куда не двигаться. Если только на чувство, ну, не знаю, можно далеко уйти. Когда вам говорят, что Бога никто не видел, а вы веруете в Бога, вы чем руководствуетесь? Верой. И верой, да. Ну, тут не только вера, ещё личный опыт. Из личного опыта, знаете, как бы это сложно. То есть, как бы понятно, что вы можете говорить много и доказательств приводить таких, они будут всё равно такие. Ну, вы знаете, мы будем говорить ещё о выборе спутника и спутницы жизни, мы, наверное, коснёмся этого вопроса, всё-таки вернёмся, что было определяющее разум, которое позволяло вам сделать выбор либо чувства, которые вы имели по отношению к этому человеку. Господь говорит через правоку Иисайя, придите и рассудим. То есть, Он взывает к нашему разуму, Он взывает, чтобы мы исследовали, чтобы мы размышляли, чтобы мы анализировали. А не просто чувства. Ну, не всегда нужно полагаться и на разум свой. Ну, вот в данном моменте... Да, может быть. Здесь может быть ещё то, что вот придите и рассудим и так далее, может быть ещё момент не спешить. Иногда чувства призывают нам принять прямо сейчас и всё, и другого не будет шанса. А здесь, чтобы всё-таки, да, дать, ну, утро вечером мудренее иногда тоже. Утром просыпаешься, вроде бы чувства, но ты уже понимаешь, что что-то есть уже не то. Но, может быть, терпение, совет с другой стороны, совет священного писания. И просто время небольшое, оно подсказывает нам. Мы по жизни как бы определяем многие свои поступки по силе своей привычки. То есть, есть привычка, мы так и поступаем. Вообще, сила привычки, она бессилена перед выбором? Как вы думаете? Ну, привычка – это какое-то уже определённое качество характера, скорее всего. Сложившееся. А тебе нужно принимать решение. Вот это твоя привычка, она бессилена перед выбором? Ну, тут уже надо разум включить, потому что результат в любом случае твой будет. Или так, или так. Будешь принимать ты результат своего выбора. Но что хотел заметить? В данном тексте здесь, видите, «Я и дом мой будем служить Господу». Это же определяет какой-то личный опыт, правильно? Он же не с воздуха говорит там. Почему-то весь народ там хромает на оба колена, грубо говоря. А тут вот это не фанатизм, это не какая-то слепая вера, а это личный опыт человека, который видел прошлое. У него есть багаж знаний, багаж опыта такого полноценного. И тут надо иметь очень большую смелость. Вы знаете, мы упоминаем этого человека, Иисуса Навина, но помните историю, когда он был в числе определенных людей, разведчиков, которые пошли выяснить, что же там происходит в этой земле, куда они пришли. И вы знаете, как по-разному люди отреагировали. Да, чувство взывали, что они саранча. Их просто раздавят. И они просто ничтожны в глазах этих людей. А вера и опыт жизни и здравый смысл им говорил, что Бог, который их вывел, он может все. И поэтому они делали свой выбор и свое воззвание к народу израильскому, эти два саглядата Иисуса Навина, на основе своей веры, на основе опыта, который они пережили с Богом. Ну и такой, наверное, это вопрос, который задается очень часто, все-таки из двух зол, какой же все-таки нужно выбирать? Лучше, чтобы не было такого выбора из двух зол, выбирать. Миноватите, что касается зла. Нам придется выбирать. Мы говорим зло, понимаете, есть какой-то определенный поступок. Потому что есть он более или менее травматичный, может быть, вот так сказать. Потому что когда зло, вроде бы понятно, лучше бы этого зла не было. Но когда бывают ситуации, которые требуют, например, определенных затрат или потерь, что выбирать? То, что не нарушает Божьего. Да? Ну, смотрите, как чья-то бабушка сказала, живи каждый день, как последний день, и однажды ты не ошибешься. То есть, как бы вот, какой у меня выбор на каждый день? Либо я серьезно подхожу к делу любому, потому что нам завтра никто не обещает и не даст завтра, потому что никто в этом мире не имеет такой гарантии. Поэтому тут вопрос, понимаете, как мотивация какая для выбора любой ситуации. Да, бывают сложные ситуации, реально можно голову сломать, что выбрать. Реально. Но в любом случае везде есть принципы, на которые мы опираемся при каком-либо выборе в нашей жизни. И они должны руководить нашими. И они определяют твою жизнь, твое поведение. Скажите, Бог предопределяет жизнь человека? Ну, Он предопределил в хорошем смысле. Бог говорит, мое намерение о вас только благо. Только благо. Но тут уже, что мы выбираем? Хорошо, давайте мы прочитаем несколько текстов. Послание к Ефесе нам, 1 глава, с 1 по 4. И послание апостола Павла к Титу, 1 глава, 1 и 2 текст. Посмотрим, что говорит апостол Павел. Павел, волею Божией апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Хорошо, и послание к Титу. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих, по призванию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Итак, Бог, мы можем с полной ответственностью говорить, что Бог предопределил каждого человека или желание Бога на спасение этого человека. Жизнь и спасение. Здесь мы прочитали об избрании. Такое избрание, которое мы сейчас прочитали, подразумевает ли ограничение моей свободы и моего выбора? Он избрал, но, к сожалению, мы уже начинаем этот выбор, его выбор, его избрание искажать и выбирать уже по-своему и делать, но мы же свободные. Поэтому я выбираю уже что-то другое. И оно нашу свободу никак не ограничивает, если только мы этого не хотим и выходим из этого избрания. Бог, да, Бог как бы предложил и сделал все для того, чтобы все вот эти обещания не исполнились в жизни человека. То есть, с его стороны нет препятствий. Теперь зависит от нас, сделаем ли мы этот выбор, выберем ли мы то, что Бог предложил нам. Владимир, вы говорите, что здесь главный элемент это свобода, да? И Бог дает нам свободу выбирать. А вот как знать, как правильно пользоваться свободой? Ответственность. Ответственность. В любом случае ответственность. Если смотреть на жизнь, как на что-то такое, случайно прожить, что ли там, какой-то такой вот случай такой получился, ну, родился и родился, ну, растем и растем, ну, умрем и умрем. Ну, нет, тут же вся жизнь диктует и подталкивает к ответственности постоянно. Ну, наверное, вы можете вспомнить более свои юные годы, когда, может быть, вы где-то на какое-то время отрывались от семьи, может быть, вы учились вдали от семьи. Как молодые люди воспринимают эту свободу? То есть мы говорим, свобода подразумевает ошибки, падения и кризиса. Потому что мы, как бы, часто говорим, нам хочется быть свободными. Но в этой свободе что происходит с нами? Возможно, разная ситуация. Мы не роботы, и мы не идем уже конкретно протоптанной стопроцентной дорогой. Мы сворачиваем то налево, то направо. Правильно, Бог дарует свободу, но я не знаю, как пользоваться этой свободой. Да, к сожалению. Вот, понимаете, вовчая проблема. Пользуясь свободой, мы совершаем какие-то поступки. Свобода, она же многое. Да, мы совершаем какие-то, может быть, негативные, может быть, плохие. Да нам, наверное, каждому где-то стыдно за те ошибки, которые мы в молодости сделали. А что такое стыдно? Мы проанализировали их. Мы что-то совершили в нашей молодости, может быть, неосознанно, или под влиянием компании, или в угоду, да, какому-то мнению. Мы что-то сделали для того, чтобы показаться хорошими или приемлемыми в той ситуации. Но все равно мы потом проанализировали это в своей жизни. Действительно ли мне это принесло радость, счастье? Действительно это мне послужит в будущем благом каким-то? Хочу ли я быть, развиваясь в этом направлении, таким человеком? Проанализировав это, мы делаем свой выбор. Да, может быть, мы оступились в этот момент. Да, может быть, мы споткнулись, мы поступили неправильно. Проанализировав, мы можем изменить свой подход. И когда в следующий раз мы попадаем в ту или иную ситуацию, мы можем сказать, нет, это мнение служит ко благу. Нет, это не приносит пользы обществу, в котором я живу, или в будущем я не вижу себя. Просто если эта свобода не нарушает и не обижает Бога и ближнего, тогда, наверное, мы на правильном пути. Когда моя свобода начинает притеснять какие-то моменты по отношению и к Богу, и к ближнему, то здесь нужно задуматься, что я вообще на правильном пути, я вообще на Божьем пути. Просто понимаете, как люди воспринимают свободу? Свободы, поэтому мы видим, что сегодня большинство людей в этой свободе не принимает Бога. Они живут по-своему, потому что они свободные люди. И хорошо было бы, если бы все-таки было ограничение какой-то свободы для того, чтобы ты мог избежать тех ошибок, которые ты натворил в своей жизни. Если мы говорим о свободной воле, почему она более привязана к греху, чем к отвращению самой сути греха? Ну, очень похожая ситуация, это когда мы садимся за руль и выезжаем на дорогу. У нас здесь свобода. Мы куда хотим, можем поехать. Но нас определит нашу езду только правильно или нет, это только дорожные знаки и правила дорожного движения. То есть вот это и составляет ответственность. Если я знаю правила и их не соблюдаю, я несу за это ответственность. Если я их не знаю, то кто мне разрешил сесть за руль? Я уже нарушил, когда сел. А почему у вас есть желание, то есть мы говорим, вы свободны поступать как угодно, вы можете нарушать правила, правильно? Правильно, я несу ответственность за это. Вы просто будете нести ответственность. То почему все-таки мы, люди по жизни, более склонны использовать свою свободу, свободную волю, прилепиться к греху, чем… Видимо, это более короткий путь, более приятный, более простой. Потому что все, что касается хорошего, правильного и все прочее, это нужно усилие. Вы говорите приятное, а что с Богом это жить, то есть с другой жизнью, это неприятное состояние человека? Это более длинный путь для твоего счастья, что тебе, вы говорите, более приятный, более короткий путь. Почему он более приятный и почему он более короткий? Понимаете правильно, если ребенка не воспитывать, он в школу не будет ходить, он будет расти точно так же, как и все другие. Свободный. Кушать, спать, играть, все. Но он не будет учиться ничему. Он кем вырастет? Он даже не будет знать, что такое один плюс один. Правильно? Но чтобы знать что-то, ему надо постоянно иногда и заставлять. Да, но нам говорят, нам говорят, мы можем даже долгое время считать, что мы с Богом, мы живем, мы ходим в церковь там 10, 15, 20 лет, но почему-то все равно вот эта свободная воля, она нас более привязывает к чему-то плохому. Потому что нам кажется, что Бог ограничивает нас от чего-то очень хорошего. И нам кажется, если мы выйдем из этой ситуации, да, и станем свободными по-настоящему, вот тогда я заживу. Ну, то же самое было в Ведемском саду же представлено, да. Вы недопонимаете того, что у вас есть. Вот вас Бог ограничивает, вам что-то не дает. А вот если вы пойдете моим путем, вы будете так, так, так и так. У нас нет понимания вкуса той и другой жизни. Нет, у нас оно есть, но нам кажется, что то, что запретное, оно всегда лучше, оно всегда интереснее, а с Богом менее интересно. И, к сожалению, на сегодняшний день это пропагандируется миром. И все чаще и чаще ты слышишь, что фразу такую, ты сам себе Бог, ты сам себе хозяин, ты можешь много чего достичь, ты должен, несмотря ни на что, ты иди вперед, ты свободен. И вот ты уже властелин своей свободы, ты ее, ну, вставишь в рамки, вот ты сам лично. На самом деле эта свобода к хорошему не приводит. И есть много примеров даже тех детей, которые говорят, да, мы не будем учиться, мы и так все знаем, да, ну, знаем один плюс один. В итоге что получается, да, как человек переходит эту грань, и остановить его очень сложно. Смотрите, давайте вот мы прочитаем Евангелие Матфея, 22 главу, 35 по 37 текст. Какое предложение сегодня звучит каждому человеку? И один из них законник, искушая его, спросил, говоря, Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Смотрите, если мы говорим о том, что предлагает нам делать Господь, это возлюбить Бога. Всем сердцем, всей душой, всем разумением. Почему у большинства людей нет этой любви к Богу? Что мы делаем не так? Ну, как сказал один мудрый человек, мы Бога... Вот эти слова прочитали миллионы людей. Библия не была напечатана вчера, что можно сослаться, вы знаете, мы еще как бы не все оценили и не поняли. На протяжении тысячелетий, как существует Писание, люди читают это слово, но от этого любви к Богу почему-то не прибавилось. Вот я как бы хотел процитировать. Да, да, пожалуйста. Он говорит, что мы не верим в Бога не потому, что Его нету, а потому что мы Его просто не знаем. И Бог в этом тексте, то есть Христос в этом тексте, Он призывает к знакомству. Потому что всякая правда, всякая истина и разоблачение зла, греха и всего прочего, это дает Бог только. То есть мы не можем без Него отличить, потому что Адам потерял это развлечение добра и зла, он просто смешалось все. А теперь, как бы вот, чтобы понять, что правильно, что нет, нам нужно ближе стать к Богу, на Его сторону стать, чтобы Он нам дал мудрость и понимание всех вот этих вопросов. Иначе мы будем точно так же, как... Хорошо. Для чего мы читаем это Слово Божие? Мы просто хотим как книгу прочитать или узнать волю Божию и увидеть свой путь. К сожалению, на сегодняшний день получается так, люди не хотят знать волю Божию. Почему? Она раскрывает отрицательный момент в моей жизни. Ну, может раскрыть, да, все-таки я не на правильном пути. Не зря же в Библии не раз написано, и псалмопевец Давид говорит, что испытай меня, посмотри, не на опасном ли я пути. Может быть, я где-то что-то сделал не так, а я думаю, что я на правильном пути, мой правильный выбор сделан. Боже, подскажи мне, не все же хотят этого. Очень часто люди, да, когда приходят к Богу в возрасте уже и познают волю Божию, читают Священное Писание, говорят, сколько же мы сделали неправильно в своей жизни, сколько мы сделали ошибок, если бы мы знали раньше. А в принципе, если говорить, что мы не знали раньше, мы, в принципе, знали раньше. Мы просто многие вещи либо не желаем видеть, либо делаем вид, что не замечаем. Скажите, а вот мы можем нести полную ответственность за наше настоящее положение, при том, что вот события, не все события контролируются нами, которые происходят с нами, встречаются в нашей жизни? Ну, мы несем-то ответственность, да, за конкретный момент, ну, а кто кроме нас может эту ответственность нести? Конечно, какие-то ситуации... Ну, другие люди, вы знаете, как многие списывают мое настоящее состояние на других людей? Это самый легкий момент, да, списать, да, я не виноват, да, это они, это обстоятельства и так далее. Но все же для этого есть разум, да, когда мы даже в этих обстоятельствах можем принять тот или иной выбор. И тогда это повлияет на общую ситуацию. Я думаю, что мы несем ответственность. И, ну, полную-неполную здесь нужно будет посмотреть. Ну, хотя бы за свое моральное состояние, за свое отношение к ситуации, к людям, которые меня окружают в моей семье, несу ответственность я. Понятно, что я не могу нести ответственность за какие-то глобальные вопросы, которые происходят. Есть вещи, которые не зависят от нас, да? Но за то, что, как бы, в моей находится сфере влияния, кто несет ответственность? Конечно, несу я ответственность. Соблюдение правил дорожного движения и так далее. И прочие вещи. То есть мы говорим, вот, да, опять же, здесь тебе приходится выбирать, либо соблюдать правила дорожного движения, либо нет. Вот как вести себя на жизни на перекрестке, когда ты понимаешь, что и налево, и направильно, это вроде бы правильный выбор? Ну, если позволяет ситуация, наверное, не поспешить. И второе поспешить. И что, и так стоять на этом перекрестке? Тебе нужно поворачивать. Не месяц, два, три, да, там, ну, как-то на шаг вперед подумать, да, и второе посоветоваться. Если попросить совета, ты должен ориентироваться на свою интуицию. Вот как выбирать, когда два вроде бы пути очень равнозначных, а может быть еще и прямо есть третий путь. И все они, они все, на твой взгляд, они положительные. Интуиция – это хорошо, но если есть возможность попросить совета у друга, у близкого человека, у твоего наставника, я не знаю, у супруги, то это немаловажно. Со стороны более виднее, а все-таки этот путь налево или направо, что интереснее? Христианин может помолиться еще, христианин может обратиться к Священному Писанию. Да, вот какие советы дает Священное Писание в этом вопросе? Вы упомянули очень важный момент молитвы. Вот написано, апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Это вот это состояние, которое присуще, как бы должно быть присуще нам. Не то, что ты должен 2-4 часа в сутки молиться, просто ты каждый день перед выбором, тебе каждый раз нужно обращаться к Богу, чтобы Господь тебе помог в том или ином вопросе. Давайте мы прочитаем книгу притчи, 3 глава, 5 и 6 текст. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Скажите, вот как практически применять вот это предложение или совет, который мы читаем? «Сиди и жди, когда тебя толкнут к движению». Ну, здесь очень правильно написано. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». И что делать? Потому что, как бы, ну, полагаясь на свой разум, это, знаете, как в жизни, да, ты какой-то большой супермаркет, у тебя большая тачка, возможности, большие тачка, большая. И ты набираешь там все, что хочешь. Но люди, когда набирают, они забывают, что на выходе надо чек оплатить. Поэтому вот эта бурная вот эта жизнь, она всегда, а в конце, а, чек есть, а, к сожалению, платить нечем. Я, ну, конечно, утрирую это понимание, да, поэтому Бог говорит, и тот же Соломон говорит, у советующихся мудрость. У советующихся мудрость. И при множестве советов дело состоится. Это тоже Соломон сказал. «Не полагайся на разум твой, это активные твои действия, либо пассивные?» Ну, оно, по-моему, вообще… Оно мне приводит к состоянию ожидания, когда Он за тебя решит то, что мы здесь предоставим. Нет, конечно, говорит здесь «надейся на Господа», то есть мы должны увидеть эту надежду. Какую надежду нам дает Бог, что вообще предлагает Господь? Сергей, мне нужно решать вопрос, какой-то вопрос. Что мне нужно делать? Сидеть, ждать, молиться, ожидать, когда меня кто-то придет, возьмет за руку, поведет решать этот вопрос, либо мне применять активные действия при надежде на Бога, но мне что-то нужно делать? Я думаю, что мне вообще ничего не надо делать. А может быть, мне вообще ничего не надо? То есть от меня это ничего не надо? Ну, а как? А и такие ситуации бывают? Конечно, зависят ситуации, но мне кажется, что просто сидеть, сложа руки, не в каждой ситуации это помогает. Особенно тогда, когда нужно, как вы говорили, принимать решение сейчас. Сейчас, если мы поворачиваем налево или направо, там перед нами перекресток, светофор, но что-то надо делать. Вопрос что? Мне кажется, здесь очень просто говорит Соломон о том, что у нас всегда есть выбор, поступить по-своему или поступить по-божьему. И когда стоит вопрос, как мне поступить, Соломон говорит, поступи по-божьему, ты не будешь разочарован. Такий вопрос, ждать голоса, ждать, когда тебе скажут, что делать, поворачивая налево. По-божьему. Либо что-то ты можешь уже предпринимать направо, но потом Господь тебя выведет где-то в другую сторону. Я говорю, что нужно узнать эту надежду, которую Бог предлагает нам. Это какая ситуация? Например, сложно. У меня два стакана, в одном стакане сок яблочный, в другом стакане сок персиковый. И нужно опять больше выбирать. Я оба люблю, но надо один выпить, вот как? В любви разрешается. Вот как, да, вот как? Поэтому тут, извините. Но здесь еще, возможно, опыт. Спросите, а рядом ближний какой любит сок? И этим уже руководство. Если он любит персиковый, то пожалуйста. Она лучше знает, какой вы сок хотите. Это вот как два огурца, маленький, большой. Раз, берет большой, второй, а что ты взял большой? Говорит, а ты какой бы взял? Маленький. Ну и бери. Ну, примерно. Хорошо, друзья, мы продолжим нашу беседу, сделав небольшую остановку в нашей программе. Уважаемые друзья, не приключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Уважаемые друзья, спасибо, что вы с нами. Эта программа «Познаем истину». Действительно, открывая Священное Писание, мы стараемся познать истину, Слово Божие, которое помогает нам двигаться по жизни и принимать правильное решение. Мы продолжаем обсуждать нашу тему. Тема наша сегодня — выбор, который мы делаем. Очень интересная тема, и мы приглашаем вместе с нами открыть Священное Писание. Хотя бы сейчас задать такой вопрос. Почему середина не всегда золотая? Потому что у Бога, наверное, нет золотой середины. Да? У него или белая, или черная. Мы привыкли, говорят, середина — это золотая. Почему она не всегда все-таки золотая? Нейтралитет. Нейтральная. Я не белый, я не черный. Ну, я не белый, я не красный, да, там, как говорили. Просто у Бога есть только золотое правило. И золотая заповедь. У него середины не может быть. Либо ты хороший, ну, либо... Ну, знаете, когда нужно делать тот или иной выбор, то говорят, ну, давайте, я не эту сторону не буду занимать, не эту. То есть, не ваш выбор, не ваш выбор. То есть, не ваше решение и не ваше решение. Мы выберем золотую середину. Ну, и фарисеи тоже хотели, приходили, монеты показывали Иисусу. Он сразу всех расставлял по местам. Но Бог стоял всегда на своем месте. Знаете, когда Бог на своем месте, все остальное на своем. Скажите, вот, когда необходимо делать выбор, и вы его не делаете, это тоже выбор? Это тоже выбор. Не принимать какое-то решение, это тоже выбор. Это правильное решение? Не всегда. Почему говорят, что чтобы зло процветало, достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали. И зло будет процветать. И это как бы... Это тоже выбор. Боятся выбрать, боятся какое-то решение принять на себя, ну да, и в соответствии этого ответственность. Поэтому люди очень часто сегодня, избегая ответственности, не делают никакого выбора. А может быть, это не выбор, а это просто действительно решение избежать ответственности? Ну, это самое легшее, чтобы не принимать на себя эту ответственность, мы не будем ничего делать. И люди не задумываются, тем самым они делают выбор. А все равно это выбор. Они все равно делают выбор, только в пользу уже, ну, я не знаю, зла или в пользу там еще как бы пассивности своей и так далее, так далее. Потому что дальше потом эти обстоятельства и наша жизнь или что вокруг, они нас все равно вынесут к тому, что мы не сделали. Иногда нам приходится, а если бы я сделал бы или если бы я бы выбрал, вот тогда было бы другое. Ну, надо действовать. А чем необходимо руководствоваться при выборе друзей? Так, мы говорим, что их мало. Может быть, мы сейчас думали о том, что либо мы не умеем дружить, либо они не хотят. Все-таки вот чем действительно руководствоваться для того, чтобы у тебя были друзья? Ну, что я готов сделать для друга? Не то, чтобы друг готов сделать для меня, что я готов сделать для друга. Ведь настоящая дружба – это не в том, что моя заинтересованность в человеке, а наоборот. Вот, понимаете, вот Соломон говорит об этом. Ну, вы просто хотите всем друзьям, всем людям не поможешь. Вот мы говорим, с кем вы сходитесь. Они близки вам по воспитанию, по образованию, по общим интересам, по менталитету. Ну, понимаете, вы когда… Волей-неволей вам нужно… Вот вы приехали на новое место, да? Вам же нужно с кем-то дружить. А как вы определите, кто ваш друг будет искреннее? Только проявляя дружбу. Поэтому Соломон и говорит, кто хочет иметь друзей, тот и должен быть сам дружим. Ну, бывали ваши… Правило одно. Первое – это я должен быть другом практически всем. А вот уже вот эта моя дружба, уже ответная вот эта вот реакция. Ну, а были в вашей жизни моменты, когда кто-то хотел дружить с вами, но вы понимали, что дружба не получится? Что вас останавливало, чтобы принять этих людей? Понимаете, у дружбы есть категории. Понимаете, у дружбы есть категории. Есть друг, который готов умереть за меня, а есть друг, который просто друг. То есть это как бы категории разные. Если критические моменты брать, да, вот эти вот плюсы-минусы, то тут сложно сказать. Но друг познается в беде. И вот это слово познается. Какие качества характера дружба принимает, а какие нет? Вот. Слово познается, да, то есть как бы это мой испытанный друг, это мой изведанный друг, да. То есть этот друг, как здесь написано, был и в радости со мной, в горе. Он меня не оставлял, поддержал, принимал и давал мне что-то ценные советы. То есть это опыт жизни мне показывает, кто действительно настоящий друг, кому я могу действительно доверять. Ведь очень часто, вот как написано, придут в беде люди, да. Вроде бы они хотят как бы тебя утешить, помочь тебе, а потом проходит какое-то время, они эту ситуацию используют и против тебя. Помнишь, когда вот ты был слабый, ты говорил так или делал так, или не поступил так, как нужно. И ты, казалось бы, ждал от них поддержки, да, ждал от них помощи, они эту ситуацию против тебя развернули, как бы, и в то время, когда ты был уязвим, слаб. И поэтому мы обжигаемся в этих отношениях, поэтому у нас не так много друзей, поэтому не всех мы можем назвать друзьями в нашей жизни. Поэтому друзей, на самом деле, истинных таких, наверное, единицы. А почему дружбу нужно воспринимать как свою очень большую, серьезную ответственность? Ну, опять, да, это двоякое. Это не может быть с одной стороны только действие, с одной стороны только какие-то внимания. Это ответственность, потому что мы, как мы сейчас прочитали... Кто-то считает вас другом. Мы явимся, если я друг, во всякое время. Удобно мне, неудобно, выгодно, невыгодно. Если друг нуждается в моей помощи, совете, я не знаю в чем, я, значит, оставляю все, мой комфорт, мой все, и иду к нему на помощь. Почему? Он нуждается во мне. Может быть, я и ничем не смогу помочь, да, каким-то таким, ну, глобальным, но идти, бросить все и прийти к нему, вот это и есть зона ответственности. Иногда мы этого не хотим. Ну, зачем мне друзья, которые будут пользоваться, как мы думаем, на и свободой мной, и поэтому мы недружелюбны. Еще момент, мне так кажется, что сейчас время такое, такое, что у нас нет времени на общение с друзьями. Ну, вообще, да, мы зациклены только на себе хорошем, на своих каких-то планах, на своих каких-то моментах, и на друзей у нас не остается времени. Даже когда ему хорошо, просто позвонить и спросить, как дела. Иногда, ну, не знаю, как у вас, но у меня был такой момент жизни, недавно мне было даже неприятно, когда ты звонишь человеку, которому, ну, ты считаешь его очень близким человеком, другом. А он спрашивает, а что ты звонишь? Я говорю, я просто звоню. Просто услышать голос, да, там, сказать, что пожелать тебе что-то хорошее. А, я думал, что тебе что-то нужно. То есть мы воспринимаем даже какие-то такие уже общения, что что-то нужно, ну, тогда мы общаемся. Не нужно, ну, ты там будь там, ну, где-то там на затворках. Я к тебе обращусь тогда, когда ты мне понадобишься. То есть, когда ты не готов прийти, а вы говорили, что нужно обязательно нести ответственность, когда к тебе обратились, если ты друг, ты не имеешь права сказать «нет». То есть себя можно проверить. Если ты сегодня говоришь эти слова «нет», а чаще ты можешь помочь, но тебе некомфортно просто сейчас оставлять свою квартиру, либо там то положение, в котором ты находишься, то ты можешь проверить себя. Ты, по сути, не друг этому человеку. Потому что друг, он никогда не говорит «нет». Вот это и говорит о том, что у нас немного друзей. И звонят себе, если звонят себе как другу, то верят, что ты обязательно придёшь на помощь. Давайте мы прочитаем один текст. Первое послание апостола Павла Каринфина, 15 глава, 33 текст. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Скажите, вот почему, наблюдали ли вы, я наблюдал за таким положением, почему порядочные люди вдруг оказываются в худых сообществах? Наверное, это и из-за дружбы в том числе. Но почему вы оказываемся там? Нам так кажется, что будет выгодней, так нам будет лучше, так будет приятней, и мы что-то от этого получим. Но на нас влияет. То есть действительно есть очень хорошие люди, которые, ну так получилось, что они оказались вот в этих худых, как говорят, священное писание, сообществах. Вот как справиться с давлением своих сверстников, с давлением всех тех, которые окружают тебя, которые побуждают тебя, часто говорят, ну если ты мой друг, делай, пожалуйста, это. И иногда люди поддаются этому влиянию, они не хотят принимать такого решения, они не хотят участвовать в этих делах. Ну как отказать другу? А настоящий друг никогда не скажет. Как справляться с этим? Настоящий друг никогда не скажет. Друзья же могут быть христиане, нехристиане, да, которые в разных отношениях с Богом. Настоящий друг, если он меня уважает, уважает меня как христианина, верующего человека, который знает мои нормы, да, правила, он никогда не предложит то, что мне будет неприятно или невозможно сделать, только ради дружбы. Вот эта дружба этим не проверяется. И когда человек говорит, ну если ты меня любишь, уважай, если ты мой друг, сделай, то здесь вопрос. Но очень многие покупаются, особенно подростки, молодые люди, для них вот это отношение, их, именно этих сверстников, оно очень важно. И поэтому они идут против своей совести, но принимают такое решение. А кто или что определяет вот мораль современного общества? В вопросе своего поведения, кого слушать? Тут уже, знаете, тут разные моменты могут быть. Для кого-то это политик, для кого-то это священник, для кого-то это просто родители. Ну что, сегодня понятие морали размыто, то есть у каждого своя поведение? Конечно, у каждого Абрама своя программа, как говорится. Поэтому тут, если понимаете, мы люди, что не любят, в основной своей массе, это когда им говорят, что нужно делать. Это просто закон для всех. А Бог как раз таки это и говорит с утра до вечера всем. То есть, что нужно делать, как нужно делать. Бог призывает к ответственности, Бог призывает к правде, Бог призывает к правильным путям. Ну это... То есть, мы говорим Бог, вы говорите, то есть, открой книгу, Библию, да, и все-таки она поможет. Если посмотреть на Священное Писание, то человек призван уже изначально, потому что Слово Божие говорит о том, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. И уже, как бы, соответственно, он призван моралью Бога. Руководствоваться моралью Бога. Да, моралью Бога в своей жизни, потому что он отражает образ своего Творца. И, получается, все его дела, выбор, который он делает в жизни, отражает, как бы, момент. Он признает это в своей жизни, что он сотворенный Богом, он Божье творение, он Сын Божий или Дочь Божия. Или же нет. Он живет как... А практика показывает, что если ты не выбираешь мораль, заложенную вот в Священное Писание, ты можешь оказаться в очень опасной ситуации. И в конце программы очень такой, наверное, приятный вопрос. Насколько он легким будет для вас? Насколько вы... Хотел бы спросить вас лично, насколько вы осторожно выбирали себе спутницу жизни? На каком-то этапе мы не думали об осторожности, выбирали, ну, думали, что это будет как-то так. Вы просто влюблялись, как говорят, по уши, и это определяло ваш выбор. А потом, попозже, когда мы чуть-чуть взрослеем, мы начинаем понимать, что это навсегда, и с этим нужно будет человеком прожить и хорошее, и плохое. Готовы ли мы с ним прожить? Готов ли он с нами прожить? Да, этот момент. Поэтому лично для меня я не только на свои личные чувства, а начал прислушиваться и к родителям, в том числе и к своим родным, которые... То есть родители вам давали определенные советы? Я не скажу, что все досконально, но по крайней мере какие-то направления, они подсказывали, что лучше сделать. Почему? Потому что, возможно, со временем будет конфликт интересов, который будет очень сложно устоять. Ну, у меня как бы в один... Если можно, да. Да, если в один определенный момент жизни я просто прочитал того же Соломона один текст, и это просто поменяло все. Поменяло что? Ну, мое мировоззрение, мое на тот момент общение, дружбу. Да, все, я как бы... Такой переворот был. Текст был очень простой. Дома имения, наследство от родителей, а жена разумная от Господа. И вы поняли, что именно эта девушка ваша... Ну, как бы, как вот... Ты понимаешь, что... Ну, да. Да, и все. И как бы... А потом уже, впоследствии, в течение полугода, все события, которые происходили, я просто видел, что это как бы... Я не искал подтверждения, доказательства, да, а все просто как бы к этому пришло, и вот так оно и... Что вы сделали правильно. Но я, я еще раз повторюсь, что я как бы вот... Именно вот этот текст меня, вот просто революцию сделал в моей голове. Сергей, если можно... Конечно, я хочу сказать, что выбор спутника жизни влияет на всю оставшуюся жизнь. Поэтому никто, наверное, к этому не подходит легкомысленно. И я в своей жизни очень много молился, переживал, советовался. И, конечно, смотрел на человека в различных ситуациях, как он проявляет себя, как проявляет он свой характер, как проявляется его отношение к людям, как он переносит те или иные жизненные моменты. И исходя из этого, я видел, что действительно человек... Сегодня могут быть люди, которые даже в церкви, да, находятся, но они далеко от Христа, да, то есть они не могут, как бы, пережить всё то, что со Христом. И они, может быть, в церковь просто приходят, а на самом деле не доверяют Богу. То есть нужно присмотреться к человеку. Да, особенно совет молодым людям. Посмотрите, как ваш друг, если вы думаете, связываясь с ним жизнь, относится к своим родителям, да. Да, увидеть его характер. Поведение его, характер, и только тогда принимать серьёзное решение. Самое важное, на мой взгляд, как они относятся и к Богу. Потому что... Насколько они близки. Потому что если человек не верен Богу, а у вас совершенно другое отношение к Господу, тогда это будет несовместимость, та, которая может привести к каким-то очень печальным событиям. Друзья, время наше пришло к совершению. Я думаю, о наших супругах мы могли бы ещё много говорить. Верю, что Бог послал нам именно тех людей, с которыми мы сегодня счастливы. И хотелось бы, чтобы многие наши друзья, которые смотрят нашу программу, также были счастливы и делали правильные выборы. Я благодарю вас за участие в программе. Хочу поблагодарить и вас, друзья, что вы были вместе с нами. Сегодня мы поднимали очень интересную тему, потому что каждый день, и каждый из нас сталкивается с этим вопросом. Какую сторону выбрать? Куда пойти? И что сделать? И если мы сегодня живём без Бога, наверное, нам очень сложно полагаться на правильный выбор. И Священное Писание, мы читали об этом, говорит нам о том, чтобы мы полагались и надеялись на Господа, просили у Него постоянно помощи, чтобы именно Он направил нас на нужный путь, чтобы мы всегда в своей жизни принимали правильное решение, чтобы мы в своей жизни были хорошими друзьями. Вокруг нас много замечательных людей, нам нужно самим быть дружелюбным. Ну и, наверное, хорошие советы, изложенные в Священном Писании, когда мы выбираем спутника или спутницу жизни. Вам всего хорошего, доброго, чтобы вы всегда делали правильный выбор в своей жизни. До свидания. До свидания вам, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова